Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова проектируется, это наш объект. В своем проектировании вы используете БИМ-технологию. Расскажите потом поподробнее, что это такое. Ну, это технология, которая мало кому хорошо известна, но все о ней говорят. Такая очень популярная тема. В правительстве данная тема очень давно муссируется, подготовлены законопроекты, нормативные документы, но, к сожалению, до сих пор она не используется в том объеме, в котором планировалось использовать. БИМ-технология это так называемое информационное моделирование. То есть когда мы чертим не просто линию, а когда мы даем ей определенные свойства. Ширина, диаметр, напор, если это труба, например, какие-то параметры температурные и прочее, прочее, прочее. И вот набор этих параметров закладывается сразу в проект. При этом плюс какой? Огромный плюс в том, что далее при эксплуатации объекта можно все эти параметры доставать из проекта, корректировать и смотреть, как они влияют на все остальные параметры. То есть изменение одного параметра тесно связано с другими параметрами. Вот это, наверное, основной плюс. И основной эффект, в общем, ожидается не только в проектировании, а в процессе эксплуатации, так сказать, в жизненном цикле каждого объекта. К сожалению, сейчас это очень тяжелое направление, то есть мало кто умеет работать с БИМ-технологиями, но наши сотрудники работают. Мы практически каждому заказчику предлагаем именно БИМ-проектирование, но не все заказчики пока чувствуют свою выгоду от этого. Как я понимаю, ваши проекты можно увидеть не только в Рязани, но и в других городах нашей страны, в том числе в Крыму. Расскажите о наиболее значимых социальных из них, которыми вы можете гордиться. Ну, если по Рязани, например, взять, все сейчас видят объект, которым, может быть, можно гордиться, хотя он спорный. Это музей. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Тот, который строится прямо перед Центробанком. Спорный объект в плане градостроительства, в плане выбора места, но не мы его выбирали, хотя мы этот проект разрабатывали. В Крыму мы проектировали объект для Росрезерва. Это закрытый объект, много разговаривать о нем, к сожалению, нельзя. Но это крупный объект, который нам удалось сделать достаточно качественно и пройти государственную экспертизу. Сейчас мы разрабатываем проект Снинского гидроузла, серьезный объект. Также мы работали на Березайском гидроузле. Это каналы Немосквы. Серьезные объекты, серьезные проекты. И есть, что показать. Ну и, наверное, можно сказать о том, что за последние год-два мы разработали несколько, полтора-два десятка ФАПов, фельдшерских пунктов. Сейчас это очень актуально. Они сейчас активно строятся, активно вводятся в эксплуатацию, наверное. Этим тоже можно гордиться. Многое другое, но всего не скажешь. Расскажите, а есть у вас какая-то особенная проектная мечта? Ну, честно говоря, у меня больше не проектная мечта, у меня больше организационная мечта. Поскольку проектно-искательская деятельность очень сложная деятельность, это деятельность, которая зависит от людей. Здесь нет механизмов, здесь невозможно поставить робота, здесь все зависит от человека. Мечта моя – это создать непоколебимый коллектив, который может любую задачу решить в короткие сроки и с высочайшим качеством. Этим и занимаемся. А все остальное мы создадим этим коллективом. Любую мечту. Вы сейчас говорили о коллективе, у вас трудится порядка 100 человек, все они получают белую зарплату. Это, конечно, показатель стабильности, успешности, но сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Как-то она на вас отразилась? На нас это отразилось, конечно, как и на всех. Но мы, предпринимая меры предосторожности определенные, то есть выполняя те указы, которые дает президент и губернатор, мы все же сохраняем работоспособность. За последние три недели мы создали 51 рабочее удаленное место. То есть тех сотрудников, которые либо к группе риска относятся, либо вынуждены далеко добираться до работы, не могут пешком, например, прийти или приехать на своем транспорте, мы в основном стараемся обеспечить их работой дома. с минимальным приходом на работу. На работе, естественно, предпринимаем все меры защиты и предосторожности, но и осваиваем новые методы управления на удаленке. Это нелегко. Приходится очень часто общаться по телефону. Сейчас налаживаем видеоконференц-связь, электронные различные средства для связи и обмена информацией. Получается. Получается. И, в принципе, я считаю, что за последние три недели падение нашей производительности составило не так много, порядка 15% от той, которая была. Мы надеемся в мае месяце ее вернуть на старый уровень. А каким образом получают ваши сотрудники бонусы и премии? Насколько система прозрачна? Это абсолютно прозрачная система. Бонусов, как таковых, нет. Есть три уровня заработной платы. Это уровень окладный, тарифный, уровень стимулирующей доплаты и уровень премиальный. Все это прописано в нормативных документах, которые доступны для каждого сотрудника. Работает очень просто. Есть тариф, который зависит от уровня первоначальной подготовки сотрудника и его профессионального роста в организации непосредственно. Есть стимулирующая доплата. Это оценка непосредственного руководителя. То есть, если сотрудник работает хорошо, проще скажем, да, хорошо, значит, у него высокая оценка и высокая доплата. Если он работает плохо, у него низкая оценка, низкая доплата. И третий – это уровень премии. А премия – это плановый показатель. То есть, если мы плановые показатели выполняем, группа определенная, то эта группа получает премию. Она также может быть выше и ниже в зависимости от того, как выполняется этот плановый показатель. Плановый показатель доводится до всех заранее. Вот, собственно говоря, все. Это позволяет сотрудникам четко понимать, от чего зависит их зарплата, как они могут повлиять на эту зарплату, и понимать, что они, в общем-то, не пешки в этой игре. Но основной принцип в организации – это то, что выгодно организации, то выгодно сотруднику. А вчерашний студент без опыта и, соответственно, без связи может к вам попасть? Может. Мы принимаем студентов, я не скажу, что всех. Безусловно, мы проводим отбор, мы смотрим, у кого есть задатки, у кого есть база, у кого есть желание. Но если есть желание и база, мы с удовольствием берем таких людей. И у нас очень много примеров, когда студент пришел и в течение пяти лет он прошел по ступеням, по всем практически до уровня руководителя группы или начальника отдела. И показывал отличные результаты. Поэтому мы всех студентов готовы посмотреть, поговорить, пообщаться и принять решение о том, что можем его развивать у себя в организации. Скажите, а какие вакансии есть на сегодняшний день и как вас можно найти? Сегодня мы предлагаем вакансии инженера-проектировщика автомобильных дорог, инженера-проектировщика водоснабжения, водоотведения, отопления вентиляции и электроснабжения. Это всего четыре места, но мы готовы рассмотреть любой вопрос и любой запрос от любого потенциального инженера-проектировщика или инженера-изыскателя. Мы готовы разговаривать и смотреть, искать людям, находить работу. Найти нас достаточно просто. Рязань-проект, если набрать в поисковике, на первых строках выпадет наш сайт, и там можно найти вкладку «Работа вакансии», оставить заявку или позвонить по телефону. Наш телефон 50 ровно, 1, 2, 3, 4. Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям, вашим будущим заказчикам? Ну, наверное, в этой ситуации самое главное – это понимать, что кризис, любой кризис – это время возможностей и время испытаний. Это испытание надо пройти, останавливаться ни в коем случае нельзя, тем более нельзя сидеть, сложить руки и ждать, пока нас всех вытащат, откуда это изъем. Нужно действовать, нужно искать работу, нужно работать. Если у вас ее нет, приходите к нам. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова